Традиционный новогодний открытый кубок Ульяновска по ММА для спортсменов как глоток свежего воздуха. Из-за пандемии многие соревнования в уходящем году пришлось отменить, поэтому каждый рвался в бой, чтобы проверить свои навыки. Наказ сузей и тренеров не горячится, травмы тут не нужны. Больше такой старт, конечно, тренировочный, чтобы ребята обкатались, попробовали свои силы у нас здесь. И формат у нас тоже такой, клетка. Цель у нас популяризации вид спорта и сами, чтобы вы попробовали то, что на тренировке делаете. Не надо там кровь из носа, там выиграть, еще что-то. Но как только прозвучал первый гонг, про эти миролюбивые слова все забыли. Впервые соревнования проводятся в клетке октагоне. У двух младших возрастных групп правила очень щадящие. Запрещены любые удары в голову и в партере. Но и с ударами в корпус некоторые умудрялись отправить соперникам в нокаут. Клуб «Пересвет» при Жадовском монастыре на правах фаворита турнира выставил 15 своих бойцов. И неудивительно, что 14 из них дошли до финала. А две последние схватки городского кубка стали настоящим украшением всего ульяновского ММА. В обоих поединках встречались представители «Пересвета» и главного клуба Ульяновской Федерации «Стрелка». Вначале 18-летний студент Жадовского сельхозтехникума Олег Тилийцын, пусть и не без труда, но все же одолел своего давнего приятеля из «Стрелки» Владислава Марафеева. И на радостях кинул вызов его секунданту. А вот Трофиму Мемешеву из села Чувашская решетка было явно не до шуток. Соперник на 8 килограмм тяжелее и на голову выше. Впрочем, по ходу поединка «Пересветовец» приспособился и удачно решал задачи на верхних этажах. Основные три раунда закончились ничейным результатом. А в итоговом экстра-раунде, по мнению судей, сильнее оказался представитель клуба «Стрелка». А Трофим Мемешев пополнил копилку «Пересвета» серебряной медалью. В результате у «Пересвета» все 15 воспитанников стали призерами этого турнира. 10 ребят завоевали золотые медали. В неофициальном командном зачете клуб из Барышской епархии стал абсолютным лидером. Дмитрий Гурин, видеостудия Барышской епархии, специально для Улправдам ТВ.